Друзья, привет! Это наш заключительный выпуск в проекте Близняшки. Первый выпуск этого проекта назывался «Похудеть ли Маша к лету?». Помимо того, что, да, Маша похудела, и мы посмотрим, насколько она похудела, девчонки еще прибавили в своих физиологических показателях. Поэтому смотрите внимательно, мы покажем наглядно все эти замеры. Замеры жира и мяса сделал ваш любимый Павел Бадыров. Здесь не случайно заканчивается проект с Близняшками, потому что именно здесь стартанят новый проект. И в понедельник 6-го числа в 7 часов вечера я приглашаю всех желающих, которые хотят прийти на кастинг и отобраться для этого нового проекта. А нам для него уже потребуется аж 8 человек. Да, прийти сюда, в Приморский парк Победы на Крестовском острове. Все подробности по ссылке в описании вы найдете. Девчонки, придете? Придем. Что значит «не-э»? Да мы уже в Москву в 5 вечера в понедельник. А, окей. Девчонок не бурят, ну и не надо. Они уже свое отработали. Мы будем отбирать ярких, сильных, трудолюбивых. Старательных. Примерно почти как вы. Но на самом деле лучше. Примерно-спортал. Примерно. Примерно-спортал. Наконец-то у нас сегодня случилась финальная тренировка Мы подведем конечные результаты по маркерам силовым Должны и Маша, и Катя присесть 60 кг на раз Ну и те большеваты Зато под цвет лосин Все, соберись Спину напряги, уже возьмись Да И встала Встала Встаем И встала Все, помни про спину Прямо держишь ее Ой, блин Поехали Вниз Ставим Что сейчас было? Не знаю, больно, вот здесь Иди отсюда Поехали Глубокие Еще Оп Ну вот, что такое есть Если бы я тебя не трогал Ты бы завалилась Я штангу вот именно на себя Плюнул То есть у тебя Ты когда вставать начала У тебя спина не выдержала Ты попу завалила вверх 100% у них вес 55 засчитан 60 сегодня мы первый раз Примерялись Ну, я считаю, нормально Удовлетворительно Они к этому весу практически готовы Ну, почти шпагат есть Это две недели без меня Сказались Итак, у нас были три шпагата И наклон к прямым ногам Нам нужно сравнить то, что было у нас в начале Наши упражнения маркеры Это был наклон к прямым ногам Мы решили его использовать Он очень показателен Да, здесь будут хорошо видны У девчонок насколько растянулись связки И мышцы задней поверхности бедра Самое сложное у нас растянуть под коленями всегда Давай, помогай Сами ничего не хотят делать, пентяйки Ты меня сложи и уходи Ты меня сложи и уходи Вот все, больше я не нужна У Катюши была изначально у нас неплохая растяжка И она занималась уже пилатесом Занималась растяжкой Но я могу сказать, что девчонки по складочке И по этому упражнению они сравнялись практически Еще, еще Но я очень довольна вот именно этим упражнением Потому что не все могут сложиться так пополам Не забывайте тоже, когда мы с вами расстанемся Не забывайте про валик Потому что укорочение мышц при силовых нагрузках Оно неизбежно, когда мышцы становятся в тонусе Ребята, которые занимаются на коньках Это конькобежцы Их с детства растягивали всегда Тогда не было еще таких валиков, как сегодня Мягких, удобных И деревянными палками их катали Сегодня буквально разговаривала с такой девушкой Которая занималась в советские годы Вот она говорит, что их тянули просто на деревянных палках Заставляли их перед тренировкой После тренировки И мышцы оставались при этом длинные Сейчас для этого уже такие резиновые валики Они поудобнее, конечно Тех, кто тянется самостоятельно в домашних условиях Не торопитесь Растяжка требует такого постепенного усилия Это много времени требуется Не верьте тем, кто в интернете пишет Что шпагат за неделю, шпагат за месяц Это практически невозможно, да? За неделю сесть на шпагат Если вы никогда этим не занимались Ну, по крайней мере, ноги у девчонок стали прямые На шпагате мы не до конца еще достаем Но шпагат правильнее будет Еще, еще, еще Отлично Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть Раз, раз На правую получше, Катюш Давай еще чуть-чуть Ну, 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 чуть-чуть осталось Ну, девчонкам тяжелее всего дается поперечный шпагат Особенно Маше Потому что проблема большая с суставами тазобедренными Возникла у нас Все Ааа, сейчас выскочит Аа, все Хорошо Зафиксировано Давай максимум Выдержми Три Два Один Хорошо Финиш? Да Точно? Больше не можешь? Да, у меня бедро заело Возвращайся Раз, 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 раз На правую получше Молодец Еще это финиш? Да Три Два Молодец Зафиксировано Хорошо Я напомню, что шпагат не был самой целью, да, нашего такого проекта Именно в плане растяжки У нас была цель улучшить гибкость девчонок Особенно Машину И я думаю, что именно здесь девчонки сравнялись Вы по показателям Наверняка со стороны это видно, да И со складочкой сравнялись И с бедром И у нас нет уже вопросов В выпаде достать пяткой до ягодицы, да, как было в начале Чтобы это было красиво, как у Оли Нам еще, конечно, стараться и стараться А еще я хотела сказать, что я теперь не стесняюсь В зале взять коврик, пойти в уголочек И начать тянуться Потому что раньше я думала, что я все делаю не так И все смотрят, думают, что он делает Вообще ерунду какую-то А теперь я знаю, что все дело правильно Просто нужно взять и делать Я рада, что они прониклись Научились восстанавливаться Потому что при любых их теперь тренировках Куда бы они ни ходили На групповые занятия Или в тренажерный зал Или заниматься без тренажеров Да, на что был направлен наш проект Я думаю, что они поняли Что растяжка – это один из способов восстановления И я очень хочу, чтобы они продолжали заниматься Правильно восстанавливаться И тогда будут хорошие, прекрасные результаты На предыдущих замерах у меня талия была 73 А сейчас 68 Откуда-то взяты эти какие-то критерии Хочется, чтобы было соответствие Таким-то, таким-то показателям Но это же по большому счету все полная ерунда Навязанная абсолютно социумом Стать победительницей бикини можно только если ты будешь иметь Процентное содержание жира ниже физиологической нормы Но это же бред В процессе подготовки к этим соревнованиям Смотришь на бикинисток, на топовых Тотально все с силиконом Благодаря тому, что многократными сушками Большая часть из них лишается нормальной своей природной груди И для того, чтобы выглядеть женственно Она применяет искусственные методы Потому что тот спорт, который пытается определить Лучшую с точки зрения привлекательности женщину Вынуждает ее перестать быть женщиной Ну это, в общем, маразм, на мой взгляд Заигрались они опять нефтевич То есть идея была хорошая Но поскольку у руля там сидят люди У которых квадрицепсы и бицепсы Являются приоритетным направлением мышления То есть они начинают создавать вот эти критерии Вот комментарии к этому проекту, на мой взгляд, самые были наглядные Сколько было комплиментов Маше Сколько было комплиментов Кате Абсолютно не было какого-то дисбаланса Потому что нравится и то, и то Обе девчонки здоровые Обе выглядят шикарно Это абсолютно комфортное для них состояние Во-первых, вы, конечно, генетически хорошо одарены Вы классно выглядите И при этом не за что Это совершенно не моя заслуга Это так получилось без моего участия Гены, во-первых, это только стартовые какие-то условия На которые накладываются внешние факторы И человек развивается, на самом деле, не строго заданно по генам А в определенном, так сказать, коридоре Чем старше человек, тем ближе он генетически заданным вот этим вещам Чем моложе, тем больше люфт Поэтому гена это не детерминированная вещь Вот ты будешь ровно таким Это всего лишь общее направление Поэтому, конечно, они могут отличаться Огромное количество людей приходит в спорт И уходят из него Ровно потому, что они спортом занимаются Для достижения некой цели И относятся к спорту Как неприятному инструменту Для того, чтобы этого достигнуть И вот долго терпеть неприятное Категорически тяжело Надо научиться ловить кайф В том, что ты делаешь в спортзале И вот это не бросишь никогда Потому что ты будешь наркоманом Который идет за этим кайфом каждый раз Во-первых, я хотела сказать, что мы, как вы говорите, словили кайф И наши тренировки, они достаточно разнообразные И в разных местах происходит разный тип тренировок Вот, любимые, ну, наверное, такие остаются, да, силовые тренировки? Ну, говорите И потом мне очень нравится Сравнивать результаты с себя до и сейчас Нет, хвастаться перед теми А что, клевый, кстати, тоже мотив А мышечные ощущения после тренировки вам нравятся, когда баб побаливает? О, да Поднимаешься по лестнице и чувствуешь уже одно место И я, наоборот, очень люблю бегать Именно бегать? Долго? Да, именно бегать, ну, час спокойно Да ладно Ничего себе Я просто включаю музыку, думаю о своих мыслях И мне кажется, ну, как бы я вот бегу И как будто вот каждый шаг меня приближает к моей цели Нет, силовые тоже мне нравятся Главное, что поймали кайф, да, это очень хорошо? Да, это бесспорно Важен не вес, как бы на весах А именно композиция тела То есть худеть с жиром и мышцами совершенно разные вещи Надо посмотреть, что у нас с композицией тела И тогда уже оценить, насколько качественно была проведена работа Задача нашей была снижение содержания жировой ткани Если у нас изначально на первом исследовании было содержание жировой ткани выше нормы То сейчас все показатели у нас точную норму Чуть-чуть не клеточной шидкости, но это логично Это логично, да Если по проценту жировая масса была 28%, встала 23% То есть почти 5% минус Это по процентам Если по килограммам, то это почти 4 килограмма Это чистый жир Нифига себе Изначально разговор велся о 7 килограммах А на данный момент имеется 4 Так как мы говорили о построении хитростила Чтобы жировая масса была на нижней границе нормы Либо чуть ниже нормы Теперь мы понимаем, что не нужно нам стремиться на нижней границе нормы Да У Кати было потеряно 2,5 килограмма чистой жировой ткани И при этом на весах изменения было 1,5 килограмма Это говорит о том, что килограмм мышц она за это время набрала Это на самом деле за 2 месяца для девчонки очень хороший результат Не зря приседала Да Похудев всего на 1,5 килограмма, потеряла 2,5 килограмма жира То есть это вот как раз именно для этого и нужен биоимпеданс Потому что весы не показывают то, за счет чего ты теряешь А тут мы видим, что ты потеряла именно жиром А мясо даже выросло Ну мышца Мы в данном случае ведем разговор об изменениях Которые произошли вот за эти неполные 2 месяца С момента прошлого биоимпеданса, который мы проводили 3 апреля А поскольку девчонки занимаются дольше, 3 месяца занимаются Они уже пришли с изменениями То есть общие изменения за время этого проекта, конечно, были больше Это вот только то, что мы успели поймать, когда контрольную точку поставили Если бы мы ее поставили в самом начале, изменения были бы еще значительные Ну вот, подошел к концу наш проект Мы хотим сказать спасибо нашим тренерам, которые нас терпели Оле и Сергею Друзья, я хочу вам сказать, что наши тренера и Сергей и Ольга Они работали совершенно на чистом энтузиазме над этим проектом В нашем проекте на YouGifted не было рекламы И было бы здорово, если бы наши зрители Отблагодарили работу нашей команды не лайком, как это принято на YouTube, а рублем Поэтому переведите, пожалуйста, те, кто хочет и кому понравилось По ссылке в описании И нам будет очень приятно, если вы так сделаете И вы, кстати говоря, рекламу больше не увидите на канале Но для этого нам нужна ваша поддержка Нравится? Да, все хорошо, гладенько Гладенько и пушистенько Ну что, тогда мы все сделали Субтитры сделал DimaTorzok